Слежусь с компьютером, что там есть на него. Иди сюда. Ну, давай, давай, давай. Снятие отпечатков – процедура принудительная. У героя этого фильма явно нежелательная. Доктилоскопическую регистрацию проходят люди, переступившие черту закона. Так было до 2012 года. Сегодня процедуру доктилоскопии может пройти любой желающий. В отделении полиции по месту регистрации с вас снимут отпечатки и внесут результаты в общую базу данных. Честно признаюсь, делая эту операцию, чувствуешь себя преступником. Сотрудники полиции говорят, что снять отпечатков стоит пройти не только из-за ощущений. Такие данные о человеке порой оказываются необходимы. Данная процедура, получение данного паспорта является единственным источником информации о человеке в результате каких-то нечрезвычайных ситуаций, несчастных случаев и так далее, когда человека можно опознать только по этим данным. Когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, установить личность без документов невозможно. При таких непредвиденных обстоятельствах доктилоскопическая карта может оказать неоценимую помощь. Иногда процедуру снятия отпечатков нужно пройти для разрешения на въезд в некоторые страны. Андрей – один из немногих, кто решился добровольно внести свои пальчики в базу данных. Кстати, отпечатки можно снять бесплатно. Необходимые условия – наличие при себе паспорта. Как у меня там столько линий на руках оказывается. Я почувствовал себя главным героем какого-то популярного сериала про полицейских, но ни в коем случае не преступником, а наоборот, наверное, человеком, который ни в коем случае никогда не будет нарушать закон. С начала года всего 178 жителей области прошли эту процедуру. Некоторые, похоже, из-за камеры признались, что побаиваются доктилоскопии. Времени так нет. У каждого человека свои же отпечатки. Поэтому, я думаю, ничего страшного нет. Я думаю, что настоящие преступники, и они все равно не попадут туда. Простые граждане. Зачем? Для чего? Если бы это была, наверное, обязаловка, то, наверное, да. А так добровольно не пойдет? Добровольно? Ну, не знаю. Если меня доходчиво объяснят, зачем это, для чего это, то, возможно, и да. Да. Обсуждение этой темы не прошло и мимо пользователей социальных сетей. Некоторые оказались смелее в высказываниях. Потом будут штрафы на всех без разбору вешать. И глухарей. Нет уж, нам и так хорошо. Полицейские успокаивают, что доктилоскопия может иметь обратный процесс. По письменному заявлению вся информация может быть уничтожена. Анастасия Матвеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.